Всем привет! В сегодняшнем видео мы свяжем вот такую красивейшую конфету-карамельку. И, кстати, вязалки ее вы можете разработать замену цвета. В принципе, я об этом рассказывала уже в уроке шахматный узор. Его я оставлю здесь в подсказках или в описании под этим видео, кому как удобней. В общем, вот такие конфеты можно использовать для декора, к примеру, елки украшать или создать такую гирлянду интересную на стену. Либо в подарок для украшения подарка или как сам подарок. В принципе, тут уже гуляет ваша фантазия, кто что хочет, так и использует. В принципе, не хочу тайнить, давайте уже начинать, поехали! Итак, начинаем мы вязать белой нитью, делаем кольцем и куруми, как мы это обычно делаем. Мы сразу не провязываем столбик без накида, а присоединяем уже красную нить. Вот таким вот образом мы ее прокладываем, вяжем уже дальше с ней. Мы должны провязать два столбика без накида белой нитью, то есть первый столбик без накида. И второй мы до конца не провязываем, а уже меняем нить на красный цвет. Вот таким образом мы ее меняем и провязываем уже красным цветом. Далее вяжем два столбика без накида уже красным цветом. Это раз и это два. Напоминаю, что второй столбик без накида мы до конца не провязываем, а меняем нить уже на следующий цвет. Вот таким образом. И провязываем уже белым цветом. Далее мы вяжем просто два столбика без накида уже белой нитью. Раз и второй мы до конца провязываем. Затягиваем нить. Вот таким образом затягиваем наше кольцо мигруми. Вот так у нас должно на данном этапе получиться. В следующем ряду мы делаем белой нитью две прибавки. Не забываем прокладывать красную нить для того, чтобы менять цвета. Итак, в следующем ряду мы должны сделать две прибавки. Раз и сюда же второй. Дальше вторая прибавка. Раз и сюда же вторую мы до конца не провязываем и меняем нить уже на красный цвет. Вот таким образом мы провязываем уже красной нитью. Далее красным цветом нам нужно сделать две прибавки. Это раз и это два сюда же. Раз. Сюда же вторую до конца не провязываем и меняем нить на белый цвет. Провязываем белым цветом. Далее мы делаем одну прибавку белым цветом. Раз. Сюда же два. Далее делаем один столбик без накида. До конца вне провязываем и меняем нить на красный цвет. Я специально таким образом перекидываю нить, чтобы они вот здесь не запутывались. Следующие 20 рядов нам нужно периодически менять цвета. Я покажу вам сначала первый ряд из 20. И я предлагаю сейчас поставить маркер. Сейчас его поставлю и гарнизу. Итак, я перекинула нить красного цвета для того, чтобы отметить начало ряда. И мы продолжаем вязать два столбика без накида красным цветом. Первый столбик без накида. Второй мы до конца не провязываем и меняем нить на белый цвет. Провязываем уже белым цветом. Далее вяжем два столбика без накида белым цветом. Раз. Столбик без накида. И второй столбик без накида. До конца не провязываем. Меняем нить на красный цвет. Продолжим вязать уже два столбика без накида красным цветом. Это раз столбик без накида. И второй. До конца не провязываем. Меняем на красный цвет. Ой, что это белый цвет, прошу прощения. Вот. Не забываем прокладывать красный нить. И вяжем два столбика без накида уже белым цветом. Последний не провязываем. Меняем нить на красный цвет. Провязываем красным цветом. Далее вяжем два столбика без накида последних. Красным цветом. Первый. И второй. Вот так это должно получиться. И второй, я забыла, до конца мы не провязываем. А меняем нить на белый цвет. Потому что последний нам нужно провязать белым цветом. Провязываем белым цветом. И довязываем один столбик без накида белым цветом. Далее мы начинаем следующий ряд белым цветом. Вот. И дальше по два столбика без накида мы чередуем так ряду. Двадцать. Еще нам нужно провязать девятнадцать таких рядов. Встретимся уже на двадцать третьем ряду. Итак, с корень пополам мы провязали эти двадцать рядов. И в двадцать третьем-двадцать пятом рядах нам нужно сделать плоджер. Начинаю я этот ряд с белой нитки. То есть я закончила белый. Сейчас мне нужно еще один столбик без накида провязать белый. И мы должны провязать пять столбиков без накида. Дальше я скажу, что делать. Провязываем последний белый столбик. Меняем на красную нить. Провязываем уже ей. Мы провязали один столбик без накида. Далее второй. Далее третий мы до конца не провязываем. Меняем на белую нить. Дальше четвертый и пятый. До конца не провязываем. Провязываем красной ниткой. И теперь нам нужно сделать два соединительных столбика красной ниткой. То есть раз соединительный столбик. И второй. И второй. Как мы это сделаем? Наверное мы провяжем белой ниткой. И вот так вот мы это сделаем. Дальше продолжаем уже вязать белой ниткой. Так как мы закончили ей. И мы должны еще провязать четыре столбика без накида. Это уже без изменений до конца ряда. Раз столбик без накида. Второй. Меняем на красный цвет. Ну и так вяжем до конца ряда. И таким образом мы должны провязать еще два ряда. То есть всего должно таких рядков получиться три ряда. После трех рядов мы должны наполнить нашу конфету. Я наполнила холлофайбером. Или как его еще называют синтепоном. И теперь в следующем ряду мы должны сделать точно так же. Точно так же три ряда мы должны сделать только через каждые шесть. То есть мы делаем шесть столбиков без накида. Потом два соединица двух столбика. И три столбика без накида. И вот я провязала уже три ряда. И вот мы видим, что нож постепенно закручивается. Думаю, с этим мы его поняли. И дальше мы вяжем семь столбиков без накида. Два соединительных столбика, прошу прощения. И два столбика без накида. В принципе, я могу показать, как это должно выглядеть. После трех столбиков без накида. Это у нас уже пошел двадцать девятый ряд. И начинается. Довязываем второй столбик без накида. Привыкидываем. Олейбрикидываем. В общем, провязываем белой ниткой. Дальше два столбика без накида белой нитью. И вот раз, два. Мы провязали раз, два, три. Три столбика без накида. Еще нам нужно связать четыре таких же. То есть вяжем раз, два. Провязываем три и четыре почти. Сейчас, на секунду. И вот сейчас мы должны делать соединительные столбики. То есть делаем первый. Второй мы уже вяжем. Цепляем белой ниткой. И уже продолжаем вязать белые нити. То есть до конца ряда нам нужно связать еще два столбика без накида. Почему-то так не получилось. А, нет, получилось. Вот. И провязываем последние красные нитки. Все. Дальше мы вяжем следующий ряд. И таких рядов нам нужно провязать три ряда. Итак, я провязала уже три ряда. В следующих рядах, в следующих трех рядах мы вяжем восемь столбиков без накида, два соединительных столбика и один столбик без накида. И все. В принципе, так мы вяжем опять три ряда и встречаемся уже на завершении третьего ряда. Итак, я провязала уже этот ряд, там где восемь столбиков без накида и два соединительных столбика. В следующем ряду мы делаем почти то же самое, только девять столбиков без накида и два соединительных столбика. И все. И это мы делаем тоже три ряда. Встретимся уже через три ряда. Я провязала последние три ряда, там где девять столбиков без накида и два соединительных столбика. И мы должны наполнить после этого нашу конфету и продолжить уже вязать. И мы наконец-то будем завершать ряд, то есть заканчивать все это дело. И мы вяжем последнейший из последних ряда. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать ровно пять убавок. Как это делать? Если честно, я не приложу, но сейчас попробуем. В общем, нам нужно сделать раз убавку. Сейчас мы делаем это красным цветом. То есть мы провязываем вот таким вот образом до конца. Не провязываем, а провязываем уже белым цветом. Лично я так делаю. И вам тоже советую, кстати. Вот. И мы провязываем белым цветом. Мы продолжаем уже вязать белым цветом. Делаем еще раз убавку. Белым цветом. И меняем уже сразу, я думаю, на красную нить. Затем мы опять вяжем убавку красным цветом и меняем ее на белый цвет. Ну и так делаем еще до конца ряда. В конце мы делаем соединительный столбик. И вот он будет тогда все. Ну и мы закончили на красную. И красную уже провязываем в последний столбик. Вот таким вот образом. И вот так вот примерно у меня получилось. Вытягиваем и обрезаем нить. Примерно вот столечка. Мы должны быть чуть-чуть все лишнее. И вот сейчас мы будем уже это дело как-то стягивать и убирать. Потому что это не красивенько, так как она сейчас выглядит. Белую ниточку мы тоже делаем короче. Я взяла вот так, короче, чем красную нить. И сейчас нам нужно стянуть вот эту вот дырку. Я довязала эту конфету, стянула последний ряд и спрятала нить в вязании. В общем, такая конфета у нас должна получиться. И я надеюсь, получилось. Всем желаю творческих успехов, всем удачи и всем пока-пока.